и всем привет дорогие друзья с вами как обычно дриллер русская рыбалка 4 и я нахожусь сегодня на озере медвежьем где попробуем половить но я так считаю на новых координатах это 49 45 и по карте они находятся в квадрате и е6 никогда не ловил на этих координатах и весьма любопытно попробовать половить возможно здесь есть активный клев которого к сожалению в данный момент на сдвижки особо то не присутствует в общем давайте пробовать ловить и так координаты как я уже сказал 49 45 по карте находится еще раз повторить в квадрате е6 давайте доставать наши сборочки делать первые забросы но прежде мы сделаем с вами прикормочку для ловли карпа у меня будет кокос и сливки 7 кокос и сливки 5 кастер опарыш и кокосовый крем ну естественно основа молотый горох готова осталось сделать павашку павашку все же сделаем 10 граммовую и приступаем к рыбалке готова итак по сборке друзья у меня оснастка хинштев я ловлю исключительно хинштевом но вы можете использовать конечно же классический поп-ап и у меня флюрокарбоновый поводок на 35 килограмм с длиной 40 сантиметров по монтажу это папа бойл плюс искусственная кукуруза кокос сливки 22 кокосовый крем кокосовый не картар и собственно павашку вы только что видели на своих экранах кстати есть еще какая-то павашка тоже с кокосами даже в принципе если мне не хватит было я могу использовать вот такой вот прикорм но мы будем данный момент использовать прикорм который только что сделали и что же делаем первый заброс клипса у нас 28 метров и заброс ориентировочно на край вот этих вот камышей или же на вот это вот и дерево которое торчит из воды где-то где-то вдалеке в общем делаем первый заброс но я уже померил здесь здесь глина если чё если вдруг кому интересно тому как я мог ожидать здесь другой тип дна поэтому решил сразу померить не отходя как говорится от кассы ну и друзья у меня одна оснастка с двадцать вторыми бойлами и две другие будут на 16 бойл посмотрим что из этого получится итак снасти заброшены и будем собственно ждать с вами первую поклевочку это вас что за локация кстати говоря затопленный овраг 59 человек а 4450 это у нас какая локация но 4450 это собственно тоже затопленный овраг ну давай прогружайся до затопленный овраг 60 человек но в общем локации одна и та же поэтому непонятно где стоят рыбаки либо здесь либо на 4450 но первая поклевочка у нас в принципе уже есть давайте смотреть что за рыбку мы с вами сейчас поймаем и первая рыбка у нас будет карп чешучный на три килограмма двести тридцать восемь грамм но что же отлично ждем следующих поклевок плюс еще одна поклевочка которая не заставила себя ждать и это кстати говоря двадцать вторые бойлы и третья поклевочка сразу болен но плев вроде бы как по крайней мере в начале моей рыбалки достаточно активный это на 6 килограмм карпик что в принципе очень даже хорошо ну на 16 было конечно же будет его чаще но возможно будет клевать мельче рыба зато поклевок будет больше это у нас маленький карпик он даже до трех килограмм такой вот не особо то красивая модель ко мне они очень нравится но мы конечно же берем всю рыбу зачетную рыбу подчеркнул мне кстати смотрите еще одна поклевочка начала прям очень бодренькая что не может не радовать момент тут я карпов ловил еще на строгий боли нахах но в общем смотрите момента первой поимки рыбы у меня получается три минута прошла и три рыбешки уже есть но была же поклевочка еще здесь вроде бы тут как кто-то сидит да есть тоже небольшой карпик возможно также мелкий как и предыдущий но посмотрим время 2100 такой же карпик до трех килограмм но тем не менее одного грамма не хватило до нормальной модельки ну что ж ты такое что ж ты будешь делать с этой игрой то пойдемте продадим вот эту рыбу которую я ловил сегодня или вчера на строге чтобы она нам не мешала потому как 23 хвоста за минуту вообще было бы круто на самом деле но я думаю что такое такие результаты сделать невозможно за одну минуту давайте рыб продадим вот эту вот и теперь у нас нормальная картина 4 хвоста есть еще слышу поклевочки поэтому возвращаемся обратно и достаем нашу рыбешку так 16 было конечно будут поактивнее чем 22 но с двадцать вторыми имеет смысл повысь и жить какую-нибудь трофейную рыбу хотя опять же на 16 бойлы трофеи также охотно клюют поэтому не вижу наверное смысла в некоторых моментах использовать большие бойлы когда хочется есть для много поклевок но это наверно в те моменты когда вы за компьютером и не отходите от компьютера никуда тогда имеет смысл ловить на 16 бойлы ну а если же вы хотите более фоновой рыбалки то конечно лучше использовать более крупные бойлы это кстати говоря первый зеркальный небольшой 3 700 всего но тем не менее зачетные кстати говоря давайте посмотрим рекорды сегодня же у нас вчера обновились вчера обновились горды досмотри 38 но медвежка 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 смотри все трофейные черные амуры с медвежки на кокос и сливки о как острог закончил свою раздачу с амурами к сожалению я так трофейного и не успел поймать но тем не менее было хорошо так с моей первой редки на янтарке черную смородину смородина фиолет ну а мы будем все же ждать следующих поклевок не думаю что ночью будет супер активный клев но вот ближе к утру я думаю рыбка должна раскрываться как смотрите-ка друзья ночью начал голый поклевывать на этих координатах это уже второй это на 9 килограмм а до этого у меня был пойман на 5 килограмм карп голый но это ночью посмотрим что будет днем кстати смотри ночью неплохие экземплярчик клюют даже на 16 бойлы но 20 к сожалению помалкивают лет только на 16 бойлы уже делал перезаброс данной снасти думал может быть поможет но к сожалению поклевок как не было так в принципе нет а вот на 16 бойлы смотри-ка карп голый на 9 вот это скорее все тоже какой-нибудь карп голый либо зеркальный но я все же думаю что это карп голый хотя нет это это карп голый это карп голый это на самом-то деле здорово голый же да вроде голый неплохих кстати размеров смотри какой о по 16 килограмм отлично и акса здесь у нас кто но здесь рыбка гораздо меньше действительно гораздо меньше это у нас чешуйчатый карпик но по крайней мере зачетный нормальных весов 6 килограмм но смотри опять 16 бойлы только забросил боем . действительно радует я вам скажу может быть это конечно первое такое мнение 12 хвостов уловлю 13 минут в принципе нормально но опять же друзья ночь ночью я не рассчитывал на сильный клев потому как карпа ближе к ночи может клюнуть там скажем трофейный либо поутру а ночью как ты знаешь не особо он клюет но на этих координатах прям все хорошо и ночью здесь не могу сказать что грустно единственное что 22 бойлы как бы да вот молчат вот это печально конечно но может быть днем расклюется ух ты неужели на 20 бойлы что-то зашевелилась друзья 16 бойлы клев действительно активный а вот 20 бойлы что-то меня откровенно говоря не радует так как стоят практически мертвым грузом вот до ночи точнее не до ночи наверное а до утра маленький поклевала вроде как на них и больше особо-то поклевок на них и не было просто стоят и ждут чего ждут только непонятно зато на 16 бойлы смотри клев действительно активный и клев действительно радует ну смотри двадцать вторые бойлы карп голый на 3 960 а стоит ли она того вообще такие же карпов даже и крупнее карпов я ловлю на 16 бойлы но плев действительно более активный а тут намечается вопрос а стоит ли ловить на 22 бойлы откровенно говоря не знаю так друзья отсутствовал немножко буквально минут пять шесть и тут смотрю у нас уже три поклевочки кстати говоря по поводу двадцать вторых бойлов вот на них действительно было поклевок 4 может быть 5 поэтому я даже не знаю имеет ли смысл их использовать на 16 бойлы да действительно активно клюют за час рыбалки ну кстати потрескивает за час рыбалки вышло пятьдесят один хвостик но друзья днем клюют крайне мелкие карпы но можете заметить до больших и огромных карпов к сожалению я не поймал но опять же это я возможно у вас будут плевать более крупные какие-то экземпляр чеки так что имеет смысл попробовать если 4450 молчит то заглядывайте на 4945 возможно у вас будет клевка еще шикарнее нежели у меня но тем не менее за час пятьдесят один хвост ну даже 52 если мы сейчас достанем еще вот этого карпа я считаю в принципе неплохо если вы действительно хотите посидеть половить рыбу за монитором то почему бы нет я считаю можно зайти уловить карпика достаточно активно считай каждую минуту у вас поклевка но отстоял я вот смотрите час 7 но как я говорил меня не было ну минут 7 на 6 за компьютером но как бы это наверное не суть небольшая скажем так погрешность пойдемте посмотрим по результатам нашей рыбалки что выходит и так значит как говорил отстоял час самые дорогие карпы у нас это естественно голые которые на точке кстати говоря присутствует ну и смотрите что вот эти вот такие мелкие карпики 20 штук и грубо говоря 30 нормальных карпов но и 20 вот таких вот мелких это по чешуйки я имею ввиду если брать еще и с зеркальными то тут выходит 25 грубо говоря половина то есть 25 нормальных карпов и 25 карпов но такое как все это выходит на 414 монет что я считаю в принципе неплохо так что друзья если интересно заходите на медвежку и пробуйте ловите на кокос и сливки карпов на этом же друзья у меня все и если был полезен ролик не забываем ставить лайки а также подписываться на канал ну а с вами был как обычно дриллер русская рыбалка 4 вам трофеев и до скорого друзья